здравствуйте дорогие друзья рада приветствовать вас на своем канале сегодня хочу продемонстрировать качество упаковки которые я делаю и убедиться что фиалки доезжают нормально вот перед вами коробочка это вот я вот так вот у нас есть фиалочки здесь эта посылка была отправлена ровно новой почты можете посмотреть вот здесь вот реквизиты все здесь было две коробки вот и вернулась ко мне назад вот такой эксперимент у меня произошел вот давайте посмотрим как же доезжают фиалочки новой почты вот как я пакую открываем коробку просто коробка без каких-либо там особых интересных моментов скотчем открываем скрываем подрезать вот фиалки упакованные вот такие вот замечательные рекламные проспект так смотрим вот вы видите вот хорошо обратите внимание что вот фиалки стоят плотно они не двигаются да вот я их трушу они на месте практически и по высоте коробки располагаются то есть они ниже и не выше плотно вплотно если мы еще раз закроем коробку вы увидите что они плотно стоят прижаты друг к другу это основное правило отправки фиалки фиалок любой почтой новое любой транспортировки наши если фиалки будут болтаться не раз растрясутся теперь посмотрим как же она доехала так вот рекламные проспекты очень хорошо что и здесь взять вот детки но чуть-чуть она привела потому что в принципе я в холодное время года если вот уже осень стараюсь отправлять не мокрые растения они лучше доезжают она отойдет видите размер цвет ничего не вытрустилась все в порядке земля на месте листики чистые так откладываем смотрим дальше так вот еще одно распечатано разворачиваем то же самое детки вот ну как будто бы их только что сняла со стеллажа это вот реально мое мое ощущение я честно удивлена я думала что будет больше пересыпано что-то но как видите фиалочки целые все с ними в порядке вы видите да все замечательно вот отставляем дальше теперь следующий вариант так это вот такую упаковку я делаю вот такие детки я отправляю они вот вместе поджатая стоят вот аккуратненько друг к дружку прижатые доезжают так следующий вариант вот вы смотрите и видите детки доезжают и нормально доезжать то есть понятно да вот упаковка это без лишних каких-то там манипуляции по-честному отправила вернулась приехала ко мне назад вот в таком вот состоянии растения то есть она вот эта посылка была в дороге ночь вот там день стояла на складе и вернулась ко мне назад еще одну ночь яйца то есть она проехала два раза туда и назад вот видите вот как я пакую берем детку оборачиваем детка оборачивается для того чтобы вот здесь вот не высыпалась земля берется рекламный проспект и заматываем 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 чуть снизу подвернули да завернули можно крепить скотчем в принципе уже когда она ловчишься то скотч и не обязательно смотрим платье императрицы хороший сорт конечно долго думающий но вот доехала детка вот я сколько смотрела видео и описание как девочки хвастается они запаковывают фиалки ватки спонжики какие-то подставки какое-то вот такое вот все крутится накручивается вот перед вами наглядно еще раз наглядно показываю как я упаковку вот мы взяли туда кулечек положили растение плотно замотали бумагу можно газету без разницы просто замотали для того чтобы листики были вниз так завернули если маленькая бумага можно заклеить скотчем вот здесь вот ну так как они плотно стоят они же не разворачиваются заму по себе по дороге вот и здесь вот деточка доезжает нормально все в порядке очень рада что доехали спасибо новой почте за то что она так хорошо заботится своих клиентов вот еще вот у кори и как видите что хватает абсолютно хватает такой упаковки такую упаковку мне посоветовал одна моя знакомая очень хорошая но давным-давно занималась этим теме сейчас занимается и вот она мне рассказала как с минимальными затратами да и с минимальным затратам не только финансовым но и времени упаковать видите сколько я упаковал один буквально меньше минут так что так что я в принципе считаю и убедилась что такой упаковки достаточно вот самый важный момент у нас освободилось место свободное да вот видите здесь вот мы вытащили детки вот когда вот вы пакуете да или кто-то другой пакует и вас остается вот место вот пустое все поджали видите я всегда подрезаю коробку вот я сейчас вам покажу вот у меня осталось свободное место я их поджала ничего с ними не случится воздух вот я подрезаю ножиком вот я подрезаю все здесь убираю скотч так вот видите выламываю вот самое основное это вот в этом деле это вот плотно поджать вот у нас осталось свободное место значит берем коробку отрезаем дальше вот сюда и практика великое дело подгибаю видно да что я подогнула подогнула вот они подогнуты опять же поджаты закрываю вот здесь вот коробку и с этой стороны уже коробка конечно не такая красивая вот делаются надрезы не нужно никаких уплотнений туда бросать потому что бумага она все равно если вывод на пустое место накидаете бумаги какой-нибудь она все равно с потом впоследствии может портировки знаете что сделать возьмете просто напросто обрезается обрезается обрезалась теперь взялся скотч это я как пример вам показываю что делать если коробка допустим она не не подходит по размеру поправляем подрезали поправляем здесь подправляем ставим рядышком подправляем загибаем накрывают я конечно сейчас очень аккуратно получилось пишу стараюсь готово есть вы видите здесь еще нужно замотать подмотать и вот фиалки опять-таки они не трусятся они в середине плотно друг другу поджаты стоят вот это основное правило отправки фиалки еще раз повторюсь вот отправки растений новой почты чтобы они не раз не разбалтывались коробка их плотно друг другу прижимала когда такое происходит и коробка поджимает и они себе их очень замечательно доезжают спасибо за просмотр до новых встреч